Условия для ведения бизнеса в России, мягко скажем, не самые лучшие. Однако власть не планирует с этим бороться, скорее наоборот, собирается ухудшать эти условия. Например, не так давно правительство внесло законопроект, согласно которому налоговые органы смогут арестовать имущество предпринимателей и организаций на основании решения проведения проверки. Да, основанием является только проведение проверки. Никакие либо нарушения со стороны организателей-предпринимателей, не нужна информация о том, что те не платят налоги. Чем же это обосновывается? Тем, что очень часто в ходе проверок выявляются различные нарушения. И пока налоговые органы занимаются бюрократическими моментами, предприниматели прячут свое имущество. Поэтому лучше на всякий случай блокировать все заранее. Эта норма — беспрецедентный кошмар. Также она не очень бьется с Конституцией, согласно которой права могут быть ограничены, но только судом и только в строго определенных случаях. Да, согласно Конституции можно ограничивать права, но только когда речь идет о безопасности государства или же общества. Да и ограничением прав занимается только суд на основании федерального закона. Здесь же мы видим, что роль суда у нас будет исполнять налоговый орган. Ну а почему бы и нет? На самом деле это огромные полномочия. Взимать налоги, накладывать различные меры обеспечения, в частности арест. Более того, предпринимателям не будут направляться различные уведомления из разряда «Направьте нам какие-либо документы, иначе ваше имущество арестуют». Нет, работаешь ты себе спокойно, а потом понимаешь, что твое имущество арестовано. И кто будет платить тебе убытки за все это время? Наверное, сам должен как-то разобраться. Напомним, по действующему законодательству налоговые органы могут арестовать имущество организации и предпринимателей санкций прокурора. Но только в том случае, если налоги не уплачиваются. Сейчас же нам предлагают упростить задачу и арестовать имущество просто так. Как мы видим, становится все хуже и хуже. И дело не только о высказывании своему мнению касаемо власти. Трогают уже тех, кто в эту власть вообще не лезет. Почему так происходит? Как вы думаете? Почему давят бизнес? Выгодно ли это власти? Может быть, таким образом хотят вымогать различные взятки? Мол, заплати денежку и арестовать имущество не будем? В общем, пишите комментарии, ставьте лайки. Давайте обсуждать. Пока.